Здравствуйте! В эфире программа Сарапул Новости. В студии с вами Артём Сергеев. Сегодня мы расскажем о самых последних событиях из жизни нашего города. В рейд по дорогам с общественниками. На минувшей неделе в Сарапул приезжали представители Общероссийского народного фронта проверить несколько дорожных объектов, попавших в список, нуждающихся в ремонте, по мнению горожан, но не попавших на карту убитых дорог ОНФ. Какие из семи объектов интересовали общественников? Ответ на этот вопрос вы узнаете, посмотрев наш следующий сюжет. Объезд дорог представители Общественного народного фронта, администрации города и журналисты начали с центральной части города, с улицы Гагарина. Отремонтировать необходимо участок от улицы Раскольникова до улицы Азина. Здесь всегда активное движение. Общественники предложили при проектировании обязательно подумать о принципах доступной среды, учитывая большой пешеходный трафик. Вторым объектом стала улица Озерная. Вопрос с тротуарами здесь решен, но дорожное полотно нуждается в серьезном ремонте. Все эти объекты предлагают отремонтировать горожане. С 27 мая по 10 июня на сайте города Сарапова был размещен примерный список дорог, которые нам рекомендовали сами жители, которые рекомендовали нам надзорные органы, специалисты управления благоустройства. И прошло голосование. Проголосовало порядком 1900 жителей города, высказались за дороги. Все эти объекты есть и на сайте Общественного народного фронта на карте убитых дорог, за исключением семи. Именно эти семь дорог и стали маршрутными точками в этом рейде. Дорога номер три по улице Жуковского. На ней расположено множество социальных объектов. Помимо укладки асфальта, здесь необходимо установить бордюры и организовать тротуар. При проектировании и строительстве необходимо подходить комплексно. В первую очередь это безопасность. Это наличие пешеходных переходов, светофорных объектов. Обратить внимание особое на пешеходные пути, на тротуары. Ну и качественно выполнить работы по ремонту дорог. Объект номер четыре, который вызвал сомнения общественников, участок улицы Фрунзе. От улицы Молодежная до Электрозаводской. Здесь претензии те же. Необходимо заменить бордюры и правильно организовать пешеходный переход. Далее в списке улицы Чистяково. Ее длина почти два километра. Она одна из немногих в городе, имеет ливневки. Их советуют общественники сделать максимально правильно. Нам было непонятно семь дорог. Мы сегодня посмотрели и мы соглашаемся с городом. Да, это надо. По разным причинам. Вот. То есть теперь список на 26 улиц, сформированный городом, согласован будет с нами. Проехав по улице Дубровская, представители ОНФ убедились, что и она требует ремонта. Здесь тоже нужны пешеходные дорожки и стоит обратить внимание на состояние моста. Седьмым объектом рейда стала улица Первая Дачная. И нам необходимо было понять, а почему город, что с этими дорогами плохо, что-то надо сделать. И на самом деле с теми предложениями по всеми дорогам, которые мы смотрели, мы, конечно, согласились. Как пояснили общественники, тот факт, что мнение горожан, надзорных органов, представителей городской администрации, а теперь еще и представителей ОНФ совпадает, весомый аргумент для Министерства транспорта. Общественниками было высказано пожелание, что в первую очередь мы в своих проектных решениях отталкивались, в первую очередь, от безопасности дорог и пешеходных зон, прилегающих к проезжим частям. По освещению было высказано предложение. Мы это принимаем. Дополнительное освещение на пешеходных переходах, ну и само обустройство этих пешеходных переходов, то есть разметка, знаки. А вообще, чтобы все 26 объектов дорожной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте, привести в порядок, городу необходимо 300 миллионов рублей. Спортивный сезон 2018-2019 года завершился. 110 сарапульских спортсменов наградили за высокие результаты. 21 июня на торжествах мероприятий подвели итоги спартакиад города Сарапула, прошедших спортивный сезон 2018-2019 года. За активное участие в спартакиадных состязаниях, спортивный азарт и яркие победы наградами отметили работников сарапульских предприятий, учителей, сотрудников детских садов, людей с ограниченными возможностями здоровья, студентов и учащихся школ. Город чествует спортсменов. В Большом зале администрации люди неравнодушные к спорту. Очень здорово, что мы вот в такой дружной, теплой компании встречаем окончание спортивного сезона, хотя его очень сложно назвать окончательностью, потому что и сегодня на наших спортивных объектах продолжаются разного рода соревнования. Сменив привычную спортивную форму, спортсмены получают грамоты и благодарности. Эдгар Егян 10 лет занимается футболом. В составе команды участвовал и в республиканских, и российских соревнованиях. В этом году он закончил школу. Планирует продолжить играть в футбол и за команду института. Он уверен, футбол развивает не только физические качества, но и моральные. Нужно играть на команду. То есть это вид спорта, который требует взаимодействия между партнерами. И нельзя быть единоречником. Ты должен взаимодействовать с каждым партнером и чувствовать друг друга. А инженер Сарапульского водоканала Александр Пешихонов получает коллективную награду. Кубок за первое место в Спартакеаде среди руководителей. К спорту на его предприятия особое отношение. Спорт – это основа нашей жизни. Без спорта мы никуда. Если человек будет развиваться физически, значит он будет не только физически крепким телом, но и духом. Руководство у нас в первых рядах принимает участие и показывает пример. Особое отношение к спорту и у учителей физической культуры. Они сделали его смыслом жизни. Тренируются активно сами и прививают любовь к физическим нагрузкам и детям. Каждый для этого использует свои методы. Игровыми видами спорта привлекаем детей в секции баскетбола, волейбола, возрождение народных игр, таких как хоккей на валенках, лапта, дворовой футбол и различными другими. Детей нужно хвалить, чтобы они полюбили физкультуру, чтобы они показывали какие-то результаты. Особой наградой за личный вклад в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни была отмечена заведующая отделением спортивной медицины Светлана Черницына. Я считаю это высокой оценкой моего скромного труда. Поэтому хочу выразить тоже благодарность управлению спорта, что так достаточно высоко оценили мой труд. И хочу сказать, что, наверное, дальше мы будем работать совместно на благо развития физической культуры и спорта в нашем городе. Неожиданных наград на этой церемонии не было. Все заслуженные ежедневным трудом, упорством и работой над собой. Путевки в детские сады распределены. В этом году место в детском саду получат на 250 детей больше, чем получили их в прошлом году. Что делать родителям, чьи дети получили направление в детский сад? Как быть, если место в детском саду дали, а семья решила повременить с устройством ребенка? И что делать семье, которая переехала в другой конец города, а заявление указали детские сады рядом с прежним местом жительства? Ответы на все эти вопросы в сюжете Айгуль Зайнулиной. Три летних месяца в дошкольном отделе управления образования города самые напряженные. В конце мая появились списки детей, получивших места в детском саду. А эти цифры долгожданные для многих родителей. На этом стенде указаны списки детей, направленных в дошкольные учреждения. Здесь указан номер детского сада и длинный номер заявления. Если вы в одном из столбцов нашли номер своего заявления, значит ваш ребенок получил путевку в детский сад. У Яны Чепкасовой в этом году уже второй ребенок пойдет в детский сад. Ребенку еще нет трех лет и мама путевки очень рада. Мы уже ходили, смотрели, списки проверяли, то есть уже дали. Сейчас вот карту заполнили медицинскую, получаем путевку и в садик, заведующий садика. Ждала путевку и Екатерина Перевезенцева. Она планирует выходить на работу. Это мой первый ребенок, доченька ей три года скоро будет. Очень рада, конечно, мы долго ждали детский сад. Таких счастливчиков в этом году 1050 детей. Это на 250 детей больше, чем в прошлом году. Увеличение связано с цикличностью набора и с тем, что из подготовительных групп в этом году выпустилось больше детей. Осталось, к сожалению, детей неудовлетворенных порядка 400 человек. Более 400 человек. Но мы планируем к началу учебного года, может быть в начале учебного года, открыть еще дополнительно 160 мест для детей раннего возраста. Это откроется корпус новый в 20-м детском саду и еще один новый корпус в 21-м детском саду. Мы будем осуществлять добор детей именно категории раннего возраста. Сейчас родители, которые получили место в детском саду, должны до получения направления пройти с ребенком медосмотр, а потом, получив направление, в течение пяти календарных дней зарегистрировать путевку в одном из дошкольных учреждений, которые были указаны в заявлении. Есть вариант решения вопроса и для тех семей, которые пока ждали места в детском саду, переехали в другой район. Но если все-таки семья переехала и произошло это уже после того, как предоставлено место ребенку в дошкольное образовательное учреждение, в этом случае я бы посоветовала родителям все-таки получить направление в детский сад, зарегистрировать его в детском саду, чтобы ребенка этого зачислили. А дальше порядок есть перевода. Это когда родитель самостоятельно обращается в то дошкольное учреждение, которое его интересует. То есть ближе к месту проживания с заявлением о переводе. Если в данном учреждении, в которое родители обращаются, будет вакантное место, то руководитель поставит свою визу на этом заявлении и будет осуществлен перевод из одного образовательного учреждения в другое. Можно поменять перечень детских садов и в период ожидания, пройдя процедуру перерегистрации в электронной очереди с 1 апреля по 31 августа. В заявлении на получение места можно указать номера семи дошкольных учреждений. Далее эфир продолжит рубрика «Сделано в МОНО». Наша съемочная группа побывала на обувном производстве компании «Сарко». Производство предприятия «Сарко» расположено на территории обувной фабрики, более того, в одном из ее бывших корпусов. В 90-е годы легендарная сарапульская обувная фабрика разделилась на два предприятия – «Сарабелла» и «Сарко». Может, именно это и позволило сохранить вообще производство обуви в Сарапуле. Теперь эти два предприятия мирно соседствуют на одной территории и продолжают традиции наших предков. Это бывший корпус обувной фабрики. Вот где сейчас у нас находится конвейер, это был клуб обувной фабрики, управление. Внизу был РМЦ, цех РМЦ, ремонт строительной бригады работала. Это все у нас было отремонтировано, и вот мы работаем здесь. Предприятие «Сарко» является одной из производственных площадок большой компании, которая выпускает спецодежду и обувь для представителей разных профессий. «Мы являемся стратегическим партнером компании «Востоксервис» более 20 лет. Мы производим для них заготовку, то есть верх обуви, отправляем ее на другие фабрики, и они там уже приливают подошву». Как и любое производство, пошив вверх, а даже спец обуви начинается с раскроя. Он осуществляется с помощью прессов и специальных металлических заготовок. К примеру, вот этот пресс способен кроить материал в несколько слоев. Он давит на ткань с весом 20 тонн. Прессы поменьше тоже не так легки. Тяжесть давления – 10 тонн. Работать на таком оборудовании нужно крайне внимательно. «Ну, это у нас штамп. Мы вырубаем материалы, они у нас бывают разные. Вот мы кож-подклад, то есть то, что на подкладе вырубаем. Есть у нас материалы кожи, натуральная, искусственная, есть у нас клеевая, байка, различные материалы. Но работа, конечно, сложная, потому что приходится стоять физически, как бы мы работаем, да. Но, в принципе, работать можно и интересно, потому что модели каждый раз разные и новые». Каждый раскройщик работает сразу над несколькими деталями нескольких моделей. О большом ассортименте говорит количество металлических лекал для раскроя. Здесь их тысячи. Когда детали вырезаны, они отправляются на разметку. Делают ее стержнями с гелем или фломастерами, в зависимости от ткани. Перед отправкой на пошив некоторым деталям приклеивается подкладочная ткань. Процесс проходит по принципу утюга. Далее детали на специальном лифте поднимаются на второй этаж, в пошивочный цех. И вот здесь начинается самое интересное. Особое внимание стоит обратить на работу девушки-операциониста. «Поднимаю товар с раскроенного цеха. Далее распределяю пооперационно и по размерам товар и по моделям, конечно же. Раздаю швейником». Посмотрите, как ловко она распределяет корзинки с деталями между швеями и принимает от них готовые работы. Все происходит быстро. А теперь попробуйте сосчитать, сколько движений она совершает за смену. Снизу идет подъем около 1000-2000 пар товара. Ну так как у нас швейников очень много, 60 человек примерно, если вы заметили, да, то мы примерно отшиваем 1000-1500 в день. Есть в арсенале предприятия «Сарко» и такая немецкая чудо-машина. Она сшивает детали сама. Достаточно заложить их, как пазл между пластинами. Такой аппарат выполняет сразу несколько операций и один заменяет работу пяти швей. Особенность этого производства – большое количество новых машин. К примеру, только швейных машин не старше пяти лет, здесь 15. А всего же на производстве почти 30 новых единиц техники. Вообще, по нашим впечатлениям, это обувное производство очень энергичное. Здесь трудоустроено 100 человек. Производительность – шьем 1000 пар в день, 20 тысяч в месяц, иногда 25. Если работают автоматы, загружаем, то шьем 25 тысяч пар обуви. Тут шьют обувь для сварщиков, строителей, слесарей, используются натуральные материалы. При этом эта обувь не горит и способна выдержать экстремально отрицательные температуры. Каждую неделю работники предприятия знакомятся и отшивают верх для новой модели. Прежде чем изделие отправится на фабрики, в город Торжок и поселок Узловая, для приливки подошвы, их проверяют собственные контролеры. Очень много деталей нужно пришить. Вот каждую полосочку вот этот человек должен пришить. Все должно быть пришито ровно, без всяких перекосов, без всего. Товар, кожа должен быть исключительный. Чтобы ни заминов, ни отдушин, ну это профессиональные термины, но чтобы ничего здесь не было такого, что вызвало бы замечание у приемщиков готовой обуви. Кстати, ходят в обуви, сделанные в Сараполе, военнослужащие отрядов ОМОН и Беркут, железнодорожники и не только. Вот в таком полуботинке можете себе представить, что все метро города Москвы ходит вот в наших полуботинках. Это у них спецобувь. Мы им шьем специально для метро. Мы смело можем гордиться тем, что все это производится в родном моногороде Сарапу. Гражданин онлайн. Центральная городская библиотека предлагает горжанам пройти курс компьютерной грамотности. Как, где и на каких условиях? Расскажем далее. В настоящее время в Центральной библиотеке имени Крупской работают Публичный центр правовой информации и Центр общественного доступа. Здесь горожанам бесплатно предлагается блок услуг «Гражданин онлайн». Специалисты библиотеки помогают жителям Сарапула зарегистрироваться на сайтах, создать электронный почтовый ящик, правильно оформить и отправить обращения в различные органы муниципальной, региональной или федеральной власти. На сайты госуслуг прокуратуры электронного правительства. Также здесь обучают желающих компьютерной грамотности. Специалисты библиотеки помогают людям, которые сами не очень, допустим, дружны с компьютером, будем так говорить. В основном, это, конечно, люди старшего возраста. То есть они вот к нам приходят, и мы им оказываем всякую помощь, чтобы они могли тоже воспользоваться данными интернет-сервисами. 78 свечей, минута молчания и слова, выражающие глубокое уважение павшим в годы войны. 22 июня в День памяти и скорби в Сарапуле состоялись памятные мероприятия. В 4 часа утра на набережной Камы прошла ежегодная акция «Свеча памяти». Неравнодушные горожане в час, когда 78 лет назад началась война, выразили глубокое уважение воинам, павшим на фронтах. У обелиска состоялась минута молчания. По траурному музыку на его стиловат поставили 78 свечей. В небо запустили белые шары. Днем жители Сарапула собрались у памятника боевой славы воинам, которые были призваны из деревень Дубровка, Пастухова, Ехлачиха и погибли на Великой Отечественной войне. В микрорайоне Эликонту памятника неизвестному солдату прошел митинг. Горожане, участники национальных культурных объединений, активные молодежь и представители профсоюзных организаций почтили память павших воинов. 22 июня на 67-м году жизни скончался почетный гражданин города Михаил Семенович Малюк, депутат Сарапульской городской думы, начальник управления Пенсионного фонда России в городе Сарапуле. Прощание состоится в ДК радиозавода с 10 до 12. Отпевание пройдет в храме Ксении Петербургской в 12.30. На этом у нас все новости на сегодня. Для зрителей, которые предпочитают смотреть наши выпуски по кабельному телевидению, программа «Сарапул. Новости» доступна на 27-й кнопке. А также смотрите наши программы в удобное для вас время в сети интернет, на официальном сайте администрации города Сарапула и его страницах в социальных сетях. Далее наш эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только отличного настроения! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА